Почему я назвал эту лекцию абра-кадабра? На английском, на русском, на французском, на китайском, на любом языке. Абра-кадабра что означает? Билиберда. Ничего. На иврите что означает абра-кадабра? Абра-кадабра. Сатвою по слову своему. Другими словами, когда маги решили, что мы хотим создать из ничего что-то. Мы хотим имитировать кого? Самого Всевышнего, который в свое время создал из ничего что-то, что называется как? Называется мир. Как мы это сделаем? Сказали маги, очень просто. На каком языке сотворил Всевышний весь мир? На каком? На святом языке лошона кодыш на иврите. Из-за этого мы на этом же языке абра-кадабра. Сатвою по слову своему. Из-за этого, мои дорогие, каждое слово на иврите, следующее, пожалуйста, слово давар. На иврите слово давар – это слово. Но это и так же что означает? Так же это означает вещь. Материальность. У нас это слово, ну, каждая материя в этом мире состоит из 22 букв и веского алфавита. Другими словами, поймите такую вещь. Когда Всевышний сотворил этот мир, он сотворил этот мир двадцатью двумя энергиями. Каждая техэнергетика этой энергии, она воплотилась в букву. Это слово «буква» на иврите означает «от», это буква, это означает слово «знак». Буква – это знак определенной энергии. Мы с вами пойдем более позже. Буква «вав» – это энергия соединения. Ни одно имя не началось никогда на букву «вав» по-еврейскому. Иврейское имя. Буква «Айн» – это означает на иврите глаз. Энергетика зрения проходит через какую букву? Через букву «Айн». То есть, другими словами, если Всевышний бы убрал букву «Айн», одну из 22 букв ивейского алфавита, мы с вами не могли бы ничего видеть. Потому что сила энергетика зрения проходит через букву «Айн». Итак, каждая буква, к которой мы с вами пойдем, мы поймем, что каждая буква имеет свою энергетику. И каждое слово состоит из этой энергетики, которые находятся в этих буквах. Из-за этого у нас, если мы знаем, мы будем это проходить на лекции тоже, Тора и Каббала, Каббала и Астрология. Из 12 знаков Зодиака и 10 планет. 10 плюс 12 – сколько? 22. Другими словами, каждый еврейский месяц имеет свою энергию, свою букву. Каждая планета имеет свою букву. И более того, мы объясним, что все буквы разделены на четыре группы. Объясняется в книге Ицера. Это разделяется на огонь, вода, земля и воздух. Из-за этого еврейское имя, из-за того, что следующая лекция, после этого уже будет еврейские имена, мы поймем, как каждая буква в имени человека меняет нашу судьбу, меняет наш характер. И как это меняет, об этом мы поговорим уже детально. Но из-за этого мы должны понимать, что 22 буквы Ицкого Поведа – 22 энергии, которые меняют нашу жизнь, меняют нашу судьбу и раскрывают нам суть проблем жизни. Из-за этого тоже сегодня мы с вами постараемся сделать и объяснить каждую букву, постараться хотя бы некоторые из букв ее значения. За одну лекцию это все не успеть. Но более важное даже – мы будем брать проблемы жизненные и постараться понять суть значения этой проблемы на иврите. Когда два слова на иврите имеют тот же самый корень, ты можешь раскрыть что? Решение этой проблемы. Из-за этого имя человека показывает на его суть. Слово «шем» на иврите – это колен слово «нешама» – душа. Душа человека, когда я даю другому человеку имя, я связываю его имя с чем? С душой того человека, с которого я назвал. Это иудаизм нас учит, что если человека назвали в честь погибшего человека, кто умер ранним возрастом, мы добавляем ему второе имя. Но это отдельная лекция, будем это объяснять уже на лекции именах. Но возвращаемся к нашей теме. Следующее, пожалуйста. Фердинанд Азасон – известный ученый, он говорил такую вещь. Все языки в мире, они асимметричны. Другими словами, почему стол – это стол, а стол – это стол? Почему? Потому. Никакого значения этого не имеет. Иудаизм же на иврите. Каждое слово, если скажем «шульхан» – стол, это означает, что Всевышний дает энергетику, создал этот стол, именно буквами, к тому он создал. И значение, мы сейчас с вами пойдем, каждого слова на иврите, имеет очень глубокое. Нету просто так. У нас это не язык согласия. Единственный, на котором каждое слово и каждое название снизуит душу, душу этого объекта, этой проблеме. Суть, сущность – это иврит. Из-за этого, если мы берем, скажем, на первое слово «найлон», почему «найлон» называется «найлон», в чем суть? Очень просто. Та компания, которая производила «найлон», у нее были два филиала. Где? Найлон. В Нью-Йорке и в Лондоне. Н.Y. Нью-Йорк. Лондон. И вот вам «найлон». Очень глубокое значение, правильно? Следующее. А вот там иврит. Смотрите, название даже органов. Самая простая вещь, мы еще не заходим сейчас в проблемы. Органы. Печень. Почему? Печень называется печенью. Кто-то может сказать? На иврите все очень просто. Кавед. Кавед – это значит тяжелый. Какой самый тяжелый орган организма? Печень. Очень спасибо. Ухо. Что означает ухо на иврите? На русском языке? Ухо. На иврите как? Озен. Что такое озен? Озен – это слово изун. Баланс. Сейчас скажите мне, мои дорогие, что? Вертибулярный аппарат находится где? В руке. Весь баланс организма зависит от наших ушей. Озен. Изун. Баланс. Дальше. Глаз. На русском языке что означает глаз? Глаз. На иврите – айн. Что такое айн? Айн – это кое-нибудь слово мааян. Мааян – это источник воды. Глаз всегда должен что? Немножко быть влажным. Если он не будет влажным – все. И сухой глаз – это большая проблема. Кстати, окей. Название животных. Адам – первый человек, дает всему животному миру название. Именно на каком языке? На иврите. И каждое имя даже животного раскрывает суть этого животного. Например, арье – лев. Буква юды – хей. Имя Бога. Потому что лев – он Бог. Он царь кого? Животного мира. Хамор – осел. Почему осел называют ослом? На иврите очень просто. Хамор – это слово хомер. Материя. Самая материальная. И самая хамор – простое. Самое простое материальное животное – это хамор. Который несет хомер, несет груз. Суть осла – нести груз. Из-за этого корень слова хамор – осел. Тот, кто несет хомер, несет груз. Еще, кстати, одно интересное животное – пиль. Слон. Почему слон-слон? На иврите это пиль. Что такое пиль? Пиль – это означает… Пиль – это означает пеле – чудо. Корень слова «чудо». Удивление. Пишется даже в Талмуде, если человек увидел слон во сне. У нас было в свое время лекция о снах. Если человек увидел слон во сне – это знак, что тебе произойдет чудо. Конечно. Из-за этого… Это хорошее. Все хорошее. Из-за этого пиль, слон – это чудо. От слова «чудо». Сейчас давайте немножко поговорим. Это я вам немножко дал имена. Давайте немножко поговорим о проблемах в жизни. Но у нас… К любви потом возвратимся. Давайте начнем с «кав». То, что уже открыто. «каз». «каз» – это гнев. Самый большой проблем в жизни – это как контролировать свой гнев. У нас была в свое время лекция «Контроль гнева по кабале». Вот мы еще возвращаемся к этой теме. Но сейчас я сделаю маленькую вещь. Хочешь понять… Человек хочет понять, как мне контролировать гнев в моей жизни. В чем суть гнева? Берется слово «каз». «каз» – это два слова. «каз» – покрывать, закрывать. «Айн» – мои глаза. «Айн» – это глаз. «Каз» – это закрывать. Другими словами. Пишется в Торе. Человек, который гневается на другого человека, он считается идолопоклонником. Почему? Что такое идолопоклонник? Идолопоклонник – это человек, который говорит, не только Всевышний сотворил этот мир, а кто еще его сотворил? Другие партнеры и так далее. А что у нас происходит с гневом? То есть самое, как только человек везел что-то плохое. Я на него кричу. Все из-за тебя в моей жизни. Ты разрушил мою жизнь. Ты. Я весь в гневе. Минуточка, минуточка, минуточка. А куда делся кто? Куда делся Всевышний? Ты же веришь в Бога, что все от Него, как только ты на Него кричишь, ты забыл, что Он посланник кого? Всевышнего. Значит, все, у Него было свобода выбора, делать это или не делать. Это правильно. Зато нужно попросить прощения и понести наказание. Сто процентов. Но тот факт, что ты на Него сейчас разгневался, почему? Потому что твои глаза закрыты. и ты не осознаешь, что то, что тебе это пришло, это между тобой и Всевышним есть какой-то блок. Надо понимать. С другими словами, если ты не хочешь гневаться, что надо делать? Раскрой свои глаза и пойми, откуда это действительно все приходит. Вот вам это немножко описывало по поводу гнева. Следующее. Болезни. Откуда происходят все наши болезни в жизни? Болезнь. Корень болезни. Не физический, а духовный. Что все болезни начинаются от духовного корня. Махала болезнь. Корень слова махала болезнь мехила прощения. Неумение прощать. Неумение отпускать. Съедает нас изнутри. Как человек может быть здоровым, скажите мне, когда его все время изнутри съедают вот эти негативные эмоции, негативные нервы, он никогда не сможет. Из-за этого иудаизм нам запрещает идти спать без того, что мы сказали молитву. Я прощаю всем, кто меня сегодня обидел. Без этого ты не хочешь спать. Это молитва до молитвы Шмай Исраэль. Мы говорим Шмай Исраэль перед тем, как мы идем спать. И до этого говорим молитву. Я прощаю всех, кто меня сегодня обидел. Потому что это корень всех болезней. Еще один момент. самих савланут, ээээ, сэвэль. Сэвэль это что? Страдание. Поглубже идем. В чем корень всех страданий, мои дорогие? Вы так хотели бы не страдать, правильно? Отчего мы страдаем? Откуда это происходит? Мудрецы задают этот вопрос, когда мы читаем с вами о страдании, о египетском рабстве. как еврейский народ находился в египетском рабстве столько много лет. И задают мудрецы вопрос, а почему, в чем была причина, что мы столько лет держали в рабстве? Почему мы не могли раньше, даже до Моисея, выйти из Египта? Почему мы должны страдать? Почему? И отвечают мудрецы, севлот вицраим, египетские страдания, это корень слова савланут, терпение. Казалось бы, терпение такая важная вещь. Терпение, терпение такая важная вещь. Терпение, я вырос в Израиле с двух лет, и мы все, кто когда-то жил в Израиле, хотя бы побывал иногда в Израиле, мы знаем, савланут, ну подожди, ну потерпи, как нам этого не хватает в жизни. Но вместе с этим объясняют мудрецы, почему человек остается в рабстве, в страдании, когда люди находятся в браках, которые выносили страдания и мучения. не могут это разорвать. Люди находятся в зависимости от жизни. Говорят, я завтра начну меняться, я начну ходить в синагогу, начну одевать свилин. Завтра, это завтра длиною вечность. Потому что, поймите такую вещь, от чего это терпение приходит? В чем суть этого терпения? Это терпение по одной причине. Когда человек не верит не в Бога, а не верит, что Бог в него верит. Когда ты не веришь, что Бог в тебя верит, из этого мы встаем каждое утро и говорим, что? Что возвратил мою душу. И как заканчиваем? Велика твоя вера в меня. Каждый день у нас идет программирование заново нашего подсознания, что мы верим, что ты в меня веришь. Ты меня привел сюда. Из-за я проснулся утром, значит что? Значит я верю, что ты дашь мне силы пройти эти испытания и эти ножки сегодня у меня будут. И в момент, что ты веришь, что Бог в тебя верит, то в этот момент ты не будешь терпеть. Но если ты терпишь, если ты откладываешь, этого не делай, значит что? Ты не веришь достаточно, что Бог в тебя верит. Мы все видели слонов в цирке. Когда слон находится в церкви, у него есть маленькая цепочка. Кто его держит? Маленькая. Он мог бы в одну секунду эту цепочку что? Разорвать. Почему он ее не разрывает? Почему? Одним махом ты ее разрываешь, но нет, он ее не разрывает. Потому что когда он был маленький, он старался разорвать эту цепочку. Старался, но не смог. Он упал, он был еще слабенький. Сейчас он уже сильный и мощный. Но у него подсознание что говорится? Я не могу разорвать цепочку. И вот он вам терпит, и вот он страдает не всю свою жизнь. Верь не просто в Бога, что Бог в тебя верит. Разорви эту цепочку. Не оставайся в этом страдании, не оставайся в этом рабстве. Еще один маленький момент, и мы начнем уже больше по буквам сейчас идти. Слово любовь. Минуточку я сейчас закончу. Слово любовь. Ахава. Ахава – это любовь. Красивое слово. Магическое слово. Что оно означает на русском языке? Любовь. На иврите. Ахава – это слово давать. Многие люди думают, что любовь – это получать. И отсюда столько разводов и столько проблем в жизни. Как только человек осознает, понимает, что любовь означает что? Давать – это секрет любви и секрет семейной жизни. Ахава – это proseм. Ахава – это слово. Магическое слово. Ахава – это говорит. Продолжение следует...